Больно не будет. Вице-премьер краевого правительства Геннадий Чупин, комментируя сегодня распоряжение губернатора о сокращении на 15% чиновничьего аппарата, заверил журналистов, оптимизация почти не ударит ни по людям, ни по качеству управления в Забайкалье. Уволенным найдут новую работу, а те, кто останется, будет трудиться еще эффективнее. Тех людей, которые высвобождаются, не бросаем. Те люди, которые будут высвобождаться, часть уйдет на пенсию, у которых уже возраст. Часть уйдет людей на досрочную пенсию, у которых также есть возраст. И часть людей мы постараемся переместить в пределах органов исполнительной власти. То есть пусть лучше будет государственных чиновников меньше, но их статус будет выше и зарплата будет выше. Геннадий Чупин рассказал, под сокращение попадут работники всех органов госвласти. Кроме того, упразднят департамент по делам архивов и госзакупок. Их функции передадут Министерству культуры и экономического развития. Ликвидируют также отделы социальной защиты и лесной службы на местах. При этом вице-премьер уточнил, увольнение людей не связано с необходимостью экономить. Мы давно уже взяли стратегию на эффективность государственного управления. Когда и предполагалось у нас с 2013 года это третье сокращение, то что наша задача была это выйти на те коэффициенты, которые есть в Российской Федерации. Например, на 10 тысяч населения коэффициент в России это 11. По Сибири 11,1. У нас на сегодняшний день 12,4. Когда чрезмерное количество чиновников на определенное количество населения ни к чему хорошему это не приводит.